Крупный план Боже, Аня, пожалуйста Я тебя умоляю Я работаю пресс-секретарем Пивного, безалкогольного, разумеется Завода Вятич Если я буду рассуждать еще О том, что такое фургал Что из себя Представят Хабаров Как устроены массовые протесты Это целая передача Я понимаю, как это работает Понимаю, кто эти люди Понимаю, кто за этим стоит И как это организовано В следующий раз, в особом мнении Просто неинтересно, потому что Это будет глаз вопиющего в пустыне Все обсуждают какие-то поверхностные вещи Вот мне они неинтересны То есть если бы у меня стоял вопрос Допустим, выбирать губернатора В Хабаровске, да, я бы этим заинтересовался У меня такой вопрос Слава тебе, Господи, не стоит Владимир Маматов в нашей студии Хорошо, тогда переходим к производству Непосредственно, переходим к деятельности Компании Вятич Мы говорили уже несколько раз Владимир, с тобой о том Что Вятич это уникальное производство Этот год у нас юбилейный Вятич Это следование немецким традициям Карла Шнейдера И мы должны поговорить о том Что история Вятича Это же не только та история Которая есть Которая годами и веками Даже нарабатывалась Не веками Ну, смотри Ну, как не веками 1903 год Это год основания завода То есть Простой арифметичный Уже больше 100 лет Ну, не века Ну, не два даже столетия В 23-м году Завод исполняет 120 лет Я очень надеюсь Что мы будем это праздновать Широко и красиво То есть я надеюсь Что мы все-таки сделаем То, что обещаем 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 То есть поставим памятник Шнейдеру Раз И второе Сделаем реальную Настоящую Мощную экскурсию Она будет стоить Там миллионов 5-10 Мы ее все-таки сделаем По самому заводу Почему? Потому что я мечтаю Увидеть Как кировчане Посмотрят Что именно Курагины Получили В 1998 году Когда они Приватизировали Завод Там Николай Витальевич Стал у нас Председателем Совета директоров По-моему Или директором Там как-то Зназначения Я не очень хорошо помню Но вот то Что тогда они получили Оно сохранилось То есть в подвалах Ты видишь Вот эти емкости Этот кошмар Откровенный совершенно И надо бы Чтобы люди посмотрели То есть, да И потом посмотрели Реальные цеха Что получили И что сделали Ну Вот Очень Вот есть В моем подходе К жизни В принципе Очень простая вещь Вот есть факт Факт Который я могу Смотреть Который я могу Пощупать Потрогать Взвесить Оценить И так далее И который Действительно Надежный Вот то Что касается Производства Навятичи То что касается Оборудования То что касается Технологии И сырья Вот это все Факты И они Сделаны так Что совершенно За это не стыдно Вот Имидж завода Имидж его Продукции Это вопрос На котором Надо работать Работать Еще раз Работать А с техникой Неплохо Вот честно Тебе неплохо Я тебе скажу Почему Потому что Москвичи Снимали По моему Квастное Производство Они снимали В конце Прошлого лета Они снимали Они говорят Как это У вас Как это Вот Все Вот Это Вот Здесь А вот Так Здесь Это В смысле Они имеют Ввиду Вятки Конечно Это Первоклассное Оборудование По европейским Стандартам Завод Ну Я пытал Курагиных Сколько реально Вложено В модернизацию Мне называлась Цифра Порядка 80 миллионов Евро Я сейчас С большим Удивлением Смотрю На Владимира Потому что Это Конечно Колоссальные Деньги Для экономии Даже Для среднего Предприятия Какими Является Вячес Это Хорошие Деньги Это Приличная Сумма Понятно Вот Понимаешь Простой Пример Когда Я вместе С Ильей Николаевичем Курагиным Который У нас Генеральный Сейчас Обхожу Цеха И он Мне показывает Хладильные Установки Их там Четыре Вот Каждая Хладильная Стоит Как новенький Rolls-Royce Каждая Вот Установка Которая Отделяет Из воздуха Выделяет Азот То есть Поговорим Если успеем Поговорим О том Какую роль Он играет В производстве Еще один Rolls-Royce Грубо говоря Вот у тебя Rolls-Royce Вот у тебя Феррари Вот эти Машины Вот эти Коттеджи Вот эти Дома Их замки И так далее Вот они Все в оборудовании Вот так То есть За это Можно Большой Салям Сделать Николаю Витальевичу Потому что В принципе Это его Подход Ну Тут Нельзя Не уважать Чека За вот Эту черту Тут Назначено Конечно Вот И Получилась На самом деле С заводом Следующая Ситуация То есть Насколько Я вот сейчас Понимаю Хронологию И в принципе Как бы Бэкграунд Всего То есть В 903 году Шнейдер основал Причем У Шнейдера У него послужной Список Он Саксон-Майнинский По-моему Подданный Значит Это естественно Немецкое пивоварение Потом он Работал Несколько лет В Англии Там Другие сорта Другие Другие виды Вот А потом Он переезжает сюда Становит Работает Сначала На купца Александра Очень известный Такой Предприниматель Конца Прошлого века Вот А потом Он понимает Что собственно говоря Пора самому Готов уже Да он готов Как предприниматель Готов То есть он Созрел Он выбирает Место на вятке В первую очередь Из-за воды Которая подходит Для производства Там несколько легенд Связанных Сашнейдером Ну это как бы Такой Красота Что называется Факт истории Ну я очень надеюсь Что экскурсии Все-таки будут И памятник будет Вот И Потом наступает Советская власть Родная Любимая Которая в принципе Всегда Во всех случаях Она упрощает До минимума То есть Делает очень просто Дешево Надежно И практично Как герой фильма Говорил Вот То есть Но То что заложено Шнейдером То что было заложено Именно Немецкое Принципиальный Немецкий Подход К тому Что делается Педантичность Какая-то Да Аккуратное Такое отношение К каждому шагу Сметанинам Несколько раз Говорили Свободе Который сейчас На отпуске Там Ситуация Следующая У немцев Есть так называемый Закон о чистоте пивоварения Райхайнсгебот Он датируется Если я правильно помню 1516 годом Но Это выглядит Как какая-то Замшевая бумажка Какая-то 1516 Вот Традиции Столетние Но Дело в том Традиции Традиции Именно с 907 года В Германии Этот Райхайнсгебот Является Федеральным Законом То есть Это просто Законодательный акт То есть Он утвержден Окончательно Для объединенной Германии И он гласит О том Что при производстве Пива Разумеется Безалкогольного Не может быть Ничего Кроме Солода Хмеля Воды И дрожжей Все Только натуральный продукт То есть Все остальное Это уже Как бы Не пиво Безалкогольное Конечно же Вот это Райхайнсгебот У него Шнейдер Он был на подкорке То есть Он с детства В этом воспитывал Но Не представлял Что можно делать Иначе И он сделал Здесь на вятке Все то же самое И делал Так же Как в принципе Он умел в Германии Но И советская власть Она не испортила Окончательно Это все Я с большим Удивлением Прочитал Отзыв По-моему 73-го Или 74-го Года Какого-то Не пищевой Промышленности Это один из Как бы Таких серьезных Ученых Говорил о том Что Лучшее В Советском Союзе Жигулевское Безалкогольное Конечно Делается В Кирове На заводе Вятич Вот А совсем недавно Где-то года два назад Когда был Слет Московских Биргиков Ну это специалисты В пиве Московские Биргики Когда уже Мы дегустировали Довольно долго И были Вполне Приходят в настроение Вся компания Я в курилке Совершенно неформально Ребята спросил Ребята А вот честно Вот на духу Вот самое лучшее Что как бы Есть навязчиво Вот есть что-то Чем-то Гордиться Там Бить себя пяткой В грудь Говорят Да И главное Это люди были Неангажированы То есть Они не могут Им нет никакого смысла Изображать или врать Они назвали что-то Одно или каждый раз Нет Они хором Вот что меня больше Себя поразило Когда я спросил Что безупречно Абсолютно безупречно Оказалось Это рижская Безалкогольная То есть Абсолютно Абсолютный стандарт Для всех По ГОСТу И так далее Ну вот то что Сейчас выпустили Или зеленые Летние Я уверен Что это тоже Тоже безалкогольный Конечно Это своего рода Тоже стандарт Вот И Получилось как Вот Шнейдер Завожил эти основы Да Потом такая яма В виде Советского Союза Где техника Ну Я говорю Надо видеть просто Фотографии Из завода 98-го года Что он на себя Представил Как выглядели Эти цеха Эти емкости И так далее И что он Две картинки сравнить Что он представляет Сейчас И что он Представлял Вот тогда Так вот Модернизация Модернизация Она Это Когда ты Вводишь Новую технику Новые модели Да Ты не понимаешь Как они работают Потому что У тебя никогда Этого не было То есть Поэтому Ребята Они В Чехии В Германии Стажировки В 2000-х годах То есть Пивовары Святча Безалкогольные Конечно же Они стажировались В Германии В Чехии Очень много То есть Смотрели Как там все устроено Как это работает Да То есть Наблюдали За технологическими Процессами Покупалась Техника Привозилась сюда Монтировалась Осваивался Выпуск На этой технике Плюс У Сергея Николаевича Ворончихина Который у нас Главный технолог У него Основной наставник Вот первый его наставник Это была Чувашова Елена Александровна Вот пиво Елена Который Скорее всего И не будет Потому что Отдельная песня Чувашова Не будет Вот Но Это легендарный человек Там Орден Красного Знамени Все остальное Действительно Интересная женщина Вот Умирала не так давно К сожалению Вот И она была Первым наставником А вторым наставником Был Пивовар Из Фрайбурга Отто там Который Годами 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 Он приезжал На каждый запуск Нового оборудования И на каждый выпуск Нового сорта Отвятича То есть И вот то что Мы говорили Свободе Там несколько передач Что немцы покупают У нас Жигулевская Безукогольная Разумеется Покупают Каждый месяц 23 тысячи Упаковок Ну по 6-1,5 А там Трехлитровки Кстати Запрещенные В Российской Федерации Вот Это неудивительно То есть Это абсолютно понятно Они знают Многолетние Во-первых Хмель Солод Закупается В Европе Очень много Его закупается Немцы прекрасно Знают Они понимают На каком сырье Они понимают На каком сырье Они знают Отзывы Они сами были На заводе Перед тем Как покупать У нас Они два года Проводили аудит На самом деле То есть Они просто Смотрели Это производство Действительно Ну Надо побывать Навячий Посмотреть на рабочих Которые ходят В бахивах В халатах Во всем этом Да То есть Как в операционной Совершенно правильно Как будто Готовится к операции И там микробиологические Особенности У тебя Оказывается Это я вот не знал Оказывается Пивные дрожжи Вот те которые Используют При приготовлении Безалкогольного Конечно же Пива Они всегда Используют При приготовлении Вот И Квасные Они разные И квасные Гораздо сильнее Они подавляют Активность Поэтому цеха Квасной И по производству Безалкогольного Пива Они разнесены Для того чтобы Хотя бы по воздуху Каким-то образом Не попали То есть Там Нет Там санитария Совершенно доведена До фанатизма То есть Полностью Там все промывается Прочищается Там стерильность Невыносимая Неудивительно что Немецкие специалисты Покупают Зная это все Да То есть Это все Выверено Абсолютно И Вот то же самое Жигулевское Безалкогольное Конечно Анекдот в этом Которое в Советском Союзе Считалось Лучшим У нас его покупают Ребята из Самары То есть Сами Жигули Вот как бы так Жигулевская Безалкогольная Из Вятки Едет в Жигули Да Это вот Все то же самое И Вот Как мы Действительно Войдем ли мы После 23 года Совершенно обновленным Обновленной ситуацией Не знаю Посмотрим Пока мы движемся Мы развиваем традиции Где-то вот так Развиваем традиции И вкладываемся В модернизацию 80 миллионов евро Было вложено Я напоминаю Да Сказал Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Вятич Все-таки Возвращаясь К вашим беседам С Владимиром Я насколько понимаю Одной из основных Как бы да Фишек таких вятич Является то Ну вот Не только отношение Там да К чистоте продукта И чистоте сырья Но и Те отличия Которые Продукцию вятич Безалкогольную Конечно же Да Выгодно там да В каком-то выгодном свете Подсвечивают В сравнении с продукцией Например Транснациональных корпораций Мы уже Поднимали этот вопрос Владимир Да И в наших тоже программах Насколько вот эта история С ценой Да Которой давят Транснациональные компании Там да Насколько она Там да Ну Обманывает что ли Потребителя Ну Понимаешь Потребителя Она не обманывает Она ему не договаривает Вот скорее вот так То есть нельзя сказать Что напрямую Законом разрешено Так делать То есть то что Этот закон был принят Под давлением Тех же транснационалов Это отдельная песня Лоббирование их интересов Это довольно грустная история На самом деле Последних лет Пятнадцати Двадцати Вот Но транснационалы Стремятся за максимальным объемом Максимально короткие сроки То есть Ну вот чтобы было абсолютно понятно Это надо действительно повторять и знать То есть стандартный срок изготовления продукта Это месяц Двадцать восемь-тридцать дней Брожение Нет Там ни одно брожение Ни одно брожение В целом Созревание Да Нет Ну смотри Есть два процесса Есть как бы брожение и созревание Само все брожение длится порядка Сейчас я тебе скажу Там ну девять суток А созревание двадцать Ну вот где-то вот там люфт Они следуют друг за другом Совершенно правильно То есть сначала брожение идет Потом двадцать один день При температуре минус один градус Под музыку Гайна и Моцарта Которые играют в бродильных цехах Кстати на Вятище Ну есть поверье Что пиво слышит музыку Ну отдельная песня Вот И двадцать один день Двадцать-двадцать один день Оно созревает Вот У транснационалов То есть все то что заполнено Больше девяносто процентов Того что заполнено сейчас на полках Там нет этого варианта То есть Это не немецкая технология Если открыть учебник по пивоварению Тарича Кунца Которую я пытаюсь студировать Из-за всех своих скромных сил Вот Там Через каждые пять-шесть страниц Соговорка Законом о чистоте пивоварения Это использование запрещено То есть в Германии Этого никогда не будет Не делается То есть те кто придерживается Закона о чистоте пивоварения Не используют вот это и вот это Транснационалов С высокой башней То есть Делается как У тебя Ну знаешь как старый анейдот Когда То есть если Девять женщин забеременен Да То за месяц Они все равно не родят ребенка Вот картина абсолютно та же То есть 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 определенные сроки Да Есть биологический срок То есть нормальный хороший продукт Когда у тебя Медленно-медленно-медленно Осаждаются дрожжи Также медленно Не спеша Вырабатывается Естественная углекислота То есть вот пена она естественна То есть там нет ни в коем случае Никакой искусственной карбонизации То есть вот Значительная часть того что привозят Это газировка Просто-напросто То есть туда впрыснуто количество углекислого газа Для того чтобы была пена А при нормальном созревании У тебя пена образуется естественно Вот то что сейчас делается зеленая 31 безалкогольная Летняя 31 безалкогольная Ребята там естественная карбонизация Абсолютно То есть там ничего привносного нет Это первое Второе У тебя осаждается куча вещей Медленно тоже не спеша То есть и пиво у тебя безалкогольное Конечно же Оно приобретает полноту То есть так называется Округлость еще Есть такой термин оказывается Я не знал То есть пиво приобретает безалкогольную округлость Оно дозревает Вот эти 20-21 день И это продукт Который имеет вот эти вкусоароматические свойства Он не может быть пустым Наполненный Да Округлый Округлый Да Вот А у транснационалов Механика очень простая У тебя берется килограмм фермента Там ускоритель Да Все это вбивается в раствор Очень быстро происходит осаждение Все дальше Ты это все дело разбавляешь Потому что у тебя выброжено до упора У тебя получается пустой Скучный Неинтересный Это фактически Это перебродившая Водичка Сладкая Да такая И безалкогольная Естественно Конечно Другого не бывает Вот То есть Вот разница между транснационалами То что они могут себе позволить Все что угодно То есть они могут использовать ферменты Они могут использовать ускорители Они укорачивают сроки производства Плюс они используют очень много Несложенного сырья То есть солода там нет Зерна там нет Вот И за счет того Вот за счет вот этих добавок И ускорителей Они получают продукт Который в теории По нашему законодательству Как-то все-таки еще называется Пивом безалкогольным Да Увы Это немножечко не оно То есть это немножечко Как бы люди употребляют И проблема-то глобальная в том Что у нас люди не разбираются Вот это мы натыкаемся 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 И мы как-то эту тему будем прорабатывать Вы боретесь за качество Я знаю Понимаешь Тут две стороны Одна Да Это качество Второе За качество, которое потребитель может оценить Да Второе Это культурная функция То есть пока у людей нет культуры потребления То есть они не понимают на самом деле Что потребляют Вот как все равно понимаешь Вот человеку разложи Там 10 сортов колбасы Да А ему все равно Такая, такая, такая А человек примерно одинаково Все называется колбаса Ну есть маленькое как бы сомнение Что это так Вот то же самое с пивом безалкогольным То есть Вот у тебя брожение Это один момент в сравнении с транснационалами То есть там действительно брожение происходит 20-21 день Под музыку медленно Пиво зреет и так далее А у транснационалов этого нету Там максимум предельный По-моему на эфесе так делают Обычный срок у них неделя Максимум это 10 дней Все, то есть то, что там получилось Ну вот то вы и пьете И следующий момент Отличие от крафта Да, вот я хотела сказать, что крафта как раз В ту же сторону, что и вы смотрите То есть вот эта культура потребления О которой мы говорим Да, у них это возведено тоже Там, ну не в абсолют, конечно Да, но в какой-то В абсолют, потому что крафт, он существует Только за счет оригинальности То есть какой-то еще один вкус Еще один сорт Еще один вкус Еще один, все как можно больше То есть это одна из задач Которую они перед собой, конечно же, ставят Да, и с точки зрения маркетинга Это главная их задача Вот, то есть с точки зрения продвижения на рынке Но, но Вот когда Для того, чтобы понять, что Пиво безалкогольное навязчиво созрело То есть готово к тому, чтобы быть разлитым Да Тебе приходится брать пробу И тащить его в авваторию И в авватории под электронным микроскопом Mitsubishi стоимостью 200 тысяч евро По ходу матча У тебя выясняется, что количество дрожжевых клеток Да, в объеме Достигнет, ну там Определенного показателя 5 миллионов там Ну, суть показателя Вот если оно этого достигнет То есть снизилось количество вот до этого размера Все Продукт готов Продукт готов Вот, ну когда крафтовые пивоварни начнут покупать японские микроскопы за 200 тысяч евро Ну, далеко не каждая пивоварня, мне кажется, и не крафтовая себе такое может позволить Да, так, понимаешь, навятичий отбор проб Вот это научная составляющая Ну, это немецкая, конечно Это немецкая педотичность Слава тебе, Господи, что она навятича есть И если вот этим мы отличаемся как раз от крафта Я не знаю, есть ли то же самое на больших производствах Я думаю, что есть Потому что иначе бы они не могли контролировать эти объемы То есть в любом случае они должны держать хотя бы уровень того, что они делают Ну, не отклоняюсь Хотя мы несколько лет назад брали на пробы Не буду называть эту марку Очень известная, с огромным рекламным бюджетом Американец купил несколько, по-моему, десяток заводов По телевизору там бомбило со страшной силой Вот, брали на экспертизу там превышение по всем показателям То есть через часовой сбоку бантик Как пропустили, непонятно Ну, это отдельная песня тоже И вот само все брожения, да Вот это и брожение, и анализ, отбор проб Вот эти две вещи четко показывают Вот в этом мы отличаемся от транснационалов А в аналитике, в способности контролировать мельчайшие параметры Мы отличаемся от крафта Вот, понимаешь, есть еще одно соображение в этом То есть мы, грубо говоря, завод 20 лет перестраивался То есть 20 лет он непрерывно модернизировался Это означает, что продукция вот сейчас, сейчас на данный момент Продукция по качеству, немцы поэтому и начали брать Продукция по качеству вышла на свой оптимум Уже мы делаем так, как надо делать Владимир Маматов, пресс-секретарь компании ВЕЧ Я прошу прощения, нам надо сейчас просто прерваться У нас есть звонок, мы не объявляли номер телефона Настолько, видимо, люди уже привыкли к тому, что программа по вторникам Что звонят сами Добрый день Давай послушаем Добрый день Да, пожалуйста, задавайте ваш вопрос Меня зовут Владислав Я автор книги «Качественные продукты» Единственное, в дороге может прерваться звонок Смотрите, вот вы говорите, что замечательно, все красиво Мы там отличаемся от транснациональных корпораций А почему вы тогда используете хмелепродукты Хмелепродукты, как правило, транснациональные корпорации Используют для удешевления производства Вот вы ответьте, пожалуйста Раньше у вас в составе не было хмелепродуктов Они ускоряют производство в 2-3 раза И у вас сейчас рецептур по старой технологии нет Даже, ну, нельзя говорить там Ну, представляем, да, мы с желтой этикеткой пива Поэтому объясните, пожалуйста Где идут заменители Мальтозная патока и так далее, и так далее Всего доброго Владимир Так, тут поставил меня в недоумение Почему? Потому что я не понимаю, каким образом Мальтозная патока, во-первых, является хмелепродуктом Это категорически разные вещи Во-вторых, я, честно говоря, не помню в каком То есть дело в том, что мы выпускаем 20 сортов То есть, ну, хорошо, где-нибудь покажите мне вот эти хмелепродукты Ну, нет, это У меня на самом деле просто предложение нашему слушателю Вы можете оставить ваш номер телефона? Продюсер запишет, после эфира Владимир обязательно свяжется Да, мы выясним этот вопрос Да, но повесим Перезвоните, пожалуйста Повесим трубочку, как я понимаю Нет, это интересно, потому что А что он там стесняется? Он же не на радио выступает Это мы обязаны соблюдать законодательство И говорить только о безалкогольном А если у него есть вопрос по-другому Ну, я думаю, что после эфира можно это решить Мы сейчас пойдем на рекламу Сейчас пойдем на рекламу, как раз до продюсера дозвонимся И после этого вернемся с Владимиром Аматовым Программа «Крупный план» продолжается Владимир Аматов, пресс-секретарь компании «Вятич» Наш сегодняшний гость Мы продолжаем И я напоминаю, да, номер телефона все-таки 211-101 Пожалуйста, если есть вопросы гостю, звоните Мы постараемся на них ответить, да, вот пока есть еще время Тем не менее, все-таки возвращаясь к качеству, да, к качеству продукта Мы остановились на крафте, там, на отличиях продукции «Вятич» от крафта и от продукции ТНК Но есть вопросы, он тоже такой, в том числе слушатели наши его озвучивают, да Безалкогольное пиво окисляется И вот в советское время, если мы возвращаемся, да, к тому времени В советское время пиво безалкогольное скисало за неделю А современное пиво, в том числе и качественное пиво безалкогольное Почему-то не скисает довольно длительное время Ну, вот теперь мы посмотрим ту вещь, которая для меня тоже была достаточным открытием Оказывается, вот когда начинается брожение Ну, вот все-таки два процесса брожения и созревания, они разные, да И по времени, и по характеристикам Когда начинается брожение, у тебя проводится даже аэрация То есть насыщается воздухом дрожжи Для того, чтобы они, когда они получают большое количество кислорода Они размножаются активно, 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 весело, задорно Набирают массу и сжигают, как бы сжирают весь кислород И после этого кислород надо убирать То есть воздуха там быть не должно То есть первые несколько суток у тебя брожение идет при доступе к кислороду Точнее, просто есть кислород в объеме, да А оставшиеся шесть дней там кислороду быть не должно И 21 день, когда потом идет брожение У тебя ни в коем случае никаких признаков там воздуха быть не должно Раньше закачивали СО2, ну углекислый газ Так То есть вот при брожении он выделяется естественным образом И он создает подушку, которая тебя оберегает как бы, да? От воздуха Конечно Дело в том, что для того, чтобы процесс шел правильно, доступ к кислороду не должно быть Но Потом на всем этапе от того, как вот у тебя пиво готово безалкогольное То есть она выбродила, все хорошо И тебе там надо переваривать фарфакс И потом переливать Ну это технологическая цепочка, я думаю, не интересна никому на самом деле То есть понятно, что вот у тебя готов продукт Ну и там Пора его разливать Так вот, для того, чтобы пиво безалкогольное, разумеется, не скисло Ему нужно обеспечить герметичность, то есть отсутствие контакта с воздухом У тебя по нормам, я боюсь ошибиться, сейчас я честно залезу в шпаргалку 10 миллиграмм на литр 10 миллиграмм на литр Это количество воздуха, которое там может быть Допустимо Да, допустимо Вот для того, чтобы это обеспечить При этом количестве оно будет храниться вот именно Ну вот летнее биверн 31 безалкогольное, зеленое 31 безалкогольное Напоминаю, почему 31? Они будут гарантированно храниться 31 день Ничего с ними не будет Почему? Недавно со всеми, я очень порадовался Вот смотрели холодильные установки, вот те, которые стоят как Рос-Ройс И смотрели азотную установку То есть, что эта машина делает Ну это размером, наверное, с нашу студию где-то, чуть меньше Вот Она с очень большой скоростью прогоняет воздух через молекулярные мембраны И эти молекулярные мембраны фильтруют кислород, которого 21% в воздухе И азот, которого 70 с копейками По принципу, мальчики налево, девочки направо Разделяет их, да? Да, то есть молекулы одного размера уходят в одну сторону, молекулы другого уходят в другую Стоит это как новая гоночная Феррари Это какая-то космическая картинка совершенно Нету, не то что в Кировской области таких машин Надо вот смотреть, ну действительно это завораживает, когда ты видишь установки, которых в принципе нет в радиусе То есть не буду говорить у кого и чего и как, но на пищевых производствах в Кирове ничего похожего нет и быть не может Ну по многим причинам Вот, но вот этим азотом заливается у тебя пиво Безвокогольное, конечно же Чтобы оно не контачивалось с воздухом, чтобы оно не соприкасалось, не окислялось никак И вот это, вот опять же возвращаясь к традициям Шнейдера Понятно, что при Шнейдере категорически у тебя никаких азотов не было И возможностей закачивать тоже не было И поэтому, но сейчас это можно делать и это сделано То есть, ну это немецкое качество, немецкие традиции, вот это так Владимир Маматов в нашей студии, пресс-секретарь компании «Вятич» Мы про сильность сейчас на производстве заговорили И Владимир рассказывал, как вот эта установка работает Владимир, а вот те экскурсии, которые на вашем предприятии проводятся По-моему, 16+, если я верно помню, ограничения Люди, которые вот приходят и это все рассказывают Про то, как вот делят молекулы в одну сторону, молекулы другого в другую сторону И посмотреть, это ведь неестественно, ты глазами-то не увидишь, они слишком маленькие Нет, но для экскурсии пока нет В тот цех экскурсии вообще не ходят Потому что стерильность Нет, там пропускная система «Мама не горит», то есть вот выделен для экскурсии участок Но дело даже не в этом На самом деле людей, которые равнодушны к станкам, гудящим механизмам Но я не равнодушен, я люблю это все Вообще зрелище больших заводов меня всегда вдохновляло Ну, какой-то, видимо, дефект психики своеобразный Почему сразу дефект? Мне кажется, наоборот, это любознательность Ну, вот мне это очень нравится, но это не очень зрелищно Это просто гудящая, здоровая гудящая фигня такая стоит, которая фильтрует воздух Она, но анекдот в том, что она поставлена буквально месяца 2-3 назад До этого мы использовали СО2 Азот просто дает гораздо лучше, конкретнее, точнее результат Мы гарантируем лучше это все И мы поставили буквально на вся коронавирус То есть все экскурсии отменились Ну вот, понимаешь, я бы с большим удовольствием вводил в экскурсии две вещи Дело в том, что вода, на которой готовится безалкогольное пиво от Вяча, любое причем Любое, она проходит через серебряные фильтры То есть вот как по легенде Шнейдер, когда в первую скважину, которую он пробурил Кинул столовое серебро фамильное, значит, чтобы показать, что на вятке основалось оно долго Плюс, естественно, узнал о том, что она обеззараживает воду У серебра есть такое свойство, так говорят Ну это не говорят И он и серебра, это гарантированно Совершенно недаром у нас при крещении Как бы купели-то они серебряные Причем когда-то при советском атеизме над бедными священниками издевались, что они суеверы Они, оказывается, не суеверы, это было наблюдение Так вот, Шнейдер кинул столовое фамильное серверо в скважину Мы гоним воду через серебряные фильтры То есть вода, очищенная сервером Ее бы надо смотреть Хотя бы, ну я не знаю, как это сделать, но хорошо бы это сделать И азотную установку я бы тоже показывал, чтобы люди понимали, как За счет каких вложений, усилий, технологических находок все это делается Но вернувшись, вот, кстати, меня все-таки возбудил этот товарищ Который почему-то заявил, что хмели продукты ускоряют процесс брожения Это мы к звонку возвращаемся, который на рекламу был Честно говоря, это полная чушь, потому что хмель к брожению не имеет отношения никакого в принципе Он придает аромат, придает вкус, но на брожение он не влияет, это первое Второе дело в том, что у нас как из Хелертау везли хмель, так его и везут И в зеленом, и в летнем, это немецкий хмель Он там концентрированный, это да То есть мы не везем его мешками, то есть там как сгущенное молоко он везет То есть его немцы сами делают экстракт Но это тот же самый хмель, который мы бы делали Но немцы его же и используют, я так понимаю Ну конечно Его же делают в том числе и для немецкого товара Где есть закон о чистоте и пивоварении Конечно, нет Вот все правильно мне сейчас пишет Никай Виталич Курагин Что действительно дрожжи, вода, солод Вот хмель Вот подбор этих ингредиентов, они уникальность их дают То есть настоящий сорт, он совершенно, он отличается от любого другого Есть, понимаешь, вот не сваришь на питерской воде, в Ленинграде, у меня дома Не сваришь того же самого, что варится на вятке Никак, там другой ингредиент Понимаешь, вот я не знал этого, то есть о том, что мы дрожжи, допустим, каждую, по-моему Да, каждый месяц мы по пробирке привозим дрожжевую культуру от Деменса Это из Мюнхена Институт пивоварения, Академия пивоварения Деменса Оно нас снабжает полгермании дрожжами Вот, мы привозим оттуда пробирку, потом она превращается у нас в варки, варки, варки Четыре варки, по-моему Ну, транснационала, кстати, делают их десять Пока дрожжи не сдохнут, чертой мать Понятно Вот, то есть в ванне ингредиентов, я не знаю, ребят То есть, как бы, товарищ, который звонил, он... Ну, он оставил свой телефон, я специально в фирме выяснилась Да, можно будет связаться после эфира Вот, понимаешь, и вот азотную, может быть, мы ее покажем Может быть, покажем серебро, которое идет Но мне бы, конечно, хотелось увидеть, вот если говорить об имидже вятича Не о продукции сейчас, а об имидже завода Мне бы хотелось увидеть экскурсию, на которой у тебя мало того, что показывались Вот эти уникальные фишки, которые почему-то до сих пор не вынести на этикетку Я не понимаю, почему воду серебром и обеззараженно азотом не вынести на этикетку Потому что это чистая правда Ну, люди должны знать, что они потребляют Хорошо бы еще маркировать, к чертой матери, извиняюсь, пиво без алкоголя Вот, и раз, это фишки, которые будут играть И второе, это вот этот перепад То есть вот у тебя, как начинал Шнейдер Вот его оборудование, вот это старые вещи, мы их найдем обязательно Вот то, что осталось от Советского Союза, как это выглядит А, такое путешествие во времени все-таки, да? А вот у тебя реальные цеха завода Вот если мы это сделаем, мы получим Ну, я в том, что, кстати говоря, очень мало предприятий вообще пищевых Которые проводят у себя экскурсии Их в России немного Немного Не каждый решится показать производство изнутри Самое главное, если бы мы сделали такую Это была бы жемчужина, это был бы туристический маршрут в полном смысле слова Вот тогда бы это был туристический объект одновременно Вот это было бы прекрасно Мы очень на это рассчитываем Мы на этой замечательной ноте Мы с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Вятич» Сегодняшний эфир завершаем, но встретимся еще и про экскурсии Когда получится их сделать, обязательно поговорим Хорошо, они обязательно Все, всем счастливо, спасибо Крупный план